И сегодня мы поговорим о Швеции. Да, там равноправие. Очень часто люди не вступают в официальный брак, у них так называемый гражданский брак. Это давно уже существует в Швеции. Очень многие так живут всю жизнь и рожают детей, и их не беспокоит именно вот это отсутствие штампа в паспорте. Мы продолжаем тестировать пословицу о том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И сегодня мы поговорим о Швеции. Моя собеседница, она там училась, расскажет интересные факты о Швеции. Мы послушаем комментарии Натальи Виноградовой-Сванберг, которая там живет, и будем готовить какие-то интересные шведские блюда. Всем здравствуйте, с вами я психолог Эльвира Емельяновичкова, системный семейный терапевт, гипнолог. И у меня в гостях моя коллега, спортивный психолог Мария Кердеева. Здравствуйте! Здравствуйте, Эльвира! Ну что мы сегодня приготовим? Чем же в Швеции удивляют мужчины, женщины, женщины, мужчины? Кто вообще там готовит? Или там равноправие? Да, там равноправие. Сегодня мы с вами приготовим другую закуску для аперитива, но в шведском стиле. Ух ты! В Швеции есть такой известный традиционный соленый торт, они называют это креветочный торт. Там могут, правда, не только креветки, но и красные рыбы, и тунец. Когда они наслаивают вместо теста хлеб для тоста, много сливочного сыра, креветки, там огурцы. То есть, и получается вот такой большой торт, и они его потом разряжают. Да, да. Сегодня мы, конечно, с вами сделаем такую очень мини-версию в виде небольшой закуски. Для этого нам нужен хлеб для тоста, креветки, сливочный сыр и огурец. Такое традиционное сочетание. Так, ну я вам буду помогать. Да, я буду нарезать хлебушек пока для канапе. Итак, как все, наверное, думают, Швеция очень холодная страна, да? Да. Так и есть, да? То есть, солнышка там мало. Как они вообще себя балуют? Я слышала, что Швеция на первом месте чуть ли не на первом месте по потреблению кофе. То есть, люди там пьют кофе, закусывают именно каким-то булочками, да, какие-то особенные булочки с корицей. Да, есть знаменитые булочки с корицей шведские, такая, как улитка, и вот только корицы, каннельбулер, если я правильно произношу, называется. Действительно, они продаются везде, они очень вкусные. Напоминает чем-то наш синабон. Сейчас вот в России это очень модно, только они это делают без сахарной глазури. Так, что дальше? Так, мы делаем такие, как канапешечки. То есть, берем по кусочку хлеба, немножечко намазываем сливочного сыра. Так. Нам нужно будет нарезать на маленькие тоже кусочечки огурец свежий. Так, давайте нарезаем. Да, я буду тогда. И потом это все будем соединять с зубочисткой, и получится такая шведская канапешка. Вот так, да, Мария? Да. Или сначала что-то другое? А, без разницы, во рту все мешается. Все понятно. А как вы считаете, что вы знаете о шведских парах, да? Я слышала, что там очень часто люди не вступают в официальный брак. У них так называемый гражданский брак, да? Сейчас это популярно. Да, это правда. Это давно уже существует в Швеции. Пара может задекларировать себя как гражданский брак. То есть, у них нет официальной росписи в мэрии, как у нас в России, в ЗАГСе. Но они живут вместе, и если они перед государством, скажем так, декларируют то, что они живут вместе как пара, у них это называется самбо. Не знаю почему, таким бразильским словом, но называется самбо. То это им дает некоторые преимущества все-таки как паре в браке, да, но не в официальном. И очень многие так живут всю жизнь и рожают детей, и их не беспокоит именно вот это отсутствие штампа в паспорте. Да, да. В основном, сейчас уже даже я заметила по молодежи, если они живут вместе, создают семьи, если кто-то расписывается прямо вот так вот, по-серьезному, что у нас называется, это очень религиозные пары или каких-то прям сильно традиционных ценностей. Или те, кто переехали, им нужно как-то подтвердить свой статус, например, наши девушки, россиянки, да, которые переезжают туда для того, чтобы получить статус, они выходят замуж, официальный брак. Да, для брака с иностранцем нужно официальный. Поэтому есть такие преимущества в этом смысле. А как вы считаете, нужно узаканивать отношения или можно прожить вот так вот всю жизнь в гражданском браке? Давайте зададим вопрос нашим зрителям. Как вы, Мария, считаете? Разные мнения. Вы знаете, вопрос сложный, потому что действительно это зависит от культуры, от менталитета. Например, если в российской действительности женщина не чувствует себя в безопасности, нисколько даже финансовой, насколько вот даже, а действительно меня мужчина любит, действительно хочет со мной иметь детей, для нее очень важен официальный юридический статус. В Швеции культурно это не важно, и у них это... Они могут так всю жизнь прожить, говорю, нарожать много детей, и все хорошо. Как мое мнение? Мое мнение – главное отношение между людьми. Вот если мы все-таки с вами говорим. Про отношения. Про отношения и... Понимание, да. Да, это главное – взаимопонимание, желание понять друг друга, и научиться правильно разговаривать друг с другом, не слышать друг друга. Я думаю, что в ваших терапиях семейных, наверное, основная проблема в том, что люди просто не понимают, о чем они говорят друг с другом. И неважно, на каком языке они говорят, да, они приходят, переносят какой-то конфликт. Обычно этот конфликт семья переживает в определенный период жизни. И это, к сожалению, неизбежно. Все мы входим в отношения какие-то конфликты, проживаем все их по-разному. Кто-то расходится, к сожалению, да, не сможет сохранить отношения во время конфликта. Кто-то, кто помудрее, находит психолога, приходит на консультацию, пытается спасти свой брак, спасти свои отношения. И с чистого листа, следуя новым правилам, идут вместе рука об руку, создавая что-то интересное, новое. Да, я бы тут, знаете, хотела добавить, что в межкультурных браках, как мы уже сказали, есть сложность менталитетов разных культур. Есть при этом некие экзотизмы и такой вау-эффект первого периода совместной жизни, скажем так. Но когда вот это все заканчивается, в любом случае, через несколько лет или несколько месяцев, два человека, мужчина и женщина, вот они живут в одной квартире, вот они вместе сидят на кухне и ужинают. И тут уже неважно, француз ты, итальянец, русский или американец, тут уже идет взаимоотношение двух просто людей. Это не русский с француженкой, не американец с испанкой. Это два человека. И тут уже неважно, какая национальность, а важно, насколько вы хотите быть вместе, любить друг друга, уважать и понимать. Замечательно. Давайте послушаем историю Наталии Виноградовой-Свандер, которая тоже живет в Швеции и нашла свое счастье там. Здравствуйте, меня зовут Наталья Сванберг. Предыдущая моя фамилия Виноградова, а это фамилия по мужу, соответственно, так как мой муж швед и живем мы с ним в Швеции уже почти пять лет. Хотя до этого мы жили в Краснодаре четыре года, потом переехали к нему на родину и живем сейчас в городе Хельсенбург. Это юг Швеции, это небольшой город, здесь где-то 300 тысяч населения порядка. Разница менталитета. Мужчин в России и Швеции, безусловно, есть. Что я отметила практически сразу, когда мы познакомились с моим мужем и начали встречаться. Я, наверное, даже начну с такого юмористического рассказа, который мы до сих пор вспоминаем. Это не рассказ, а случай, когда мы познакомились с моим мужем Робином. И начали встречаться. Через какое-то время он мне предложил, говорит, ты знаешь, я так хочу поехать с тобой куда-нибудь отдохнуть. Давай поедем на Бали. Я говорю, ну, не знаю, давай, что. В общем, он там смотрел билеты, гостиницы и так далее. И пришел с решением, говорит, в общем, я все посмотрел. Там это стоит столько-то, это стоит столько-то. Ну, ты, говорит, не переживай, тебе, говорит, нужно заплатить только за билеты на самолет. Говорит, все остальное я беру на себя. Очень доволен собой он был. В этот момент, а мы как раз находились в Швеции, была у него в гостях. Я так, как сказать, немножко была обескуражена. Дело не в том, что у меня там не было денег заплатить за билеты. Естественно, они были. Но для меня был таким шокирующим моментом то, что мужчина за мной ухаживает. Мы встречаемся, и он мне предлагает куда-то поехать. Он приглашает меня и предлагает оплатить билеты самой. В общем, я, скажем так, закусила на него два дня. Разговаривала через губу. Он не мог понять, что происходит. Все, он меня спрашивал, что случилось, да что такое, что же у тебя с настроением. Два дня я ходила и думала, пора собирать вещи. Наверное, я ошиблась. В итоге на второй день, наверное, у меня терпение закончилось. Я ему все высказала, что я думаю по этому поводу. Вот привела пример, что если я куплю билеты в театр, приглашу его, придем к театру. А потом скажу, а билетов у меня нет, пойдем в кассу покупать. После этого мы поговорили, на что он сказал, ты понимаешь, любая шведская девушка, она была бы счастлива просто, если бы я только предложила бы ей оплатить билеты. А не 50 на 50, как у нас принято в общем-то в Швеции и вообще во всей Европе. То есть, наверное, это основная такая отличительная черта европейцев. То, что у них принято вообще в принципе делить все 50 на 50 и совершенно не учитывается конфетно-букетный период, встречаетесь вы или нет. То есть, даже когда, по моим наблюдениям, парни с девушками знакомятся через Тиндер, еще какие-то там сайты, и они идут на свидание, то есть они на свидание уже сразу 50 на 50. Каждый платит сам за себя то, что он заказал, и это вполне нормально считается. Кстати, на Бали мы так и не поехали, но во всяком случае мы для себя выяснили разницу менталитетов, сошлись на компромиссе. И во многом, конечно, это все обусловлено такой жесткой женской эмансипацией. То, что женщины постоянно во всех изданиях, по телевидению, они борются за свои права, все им мало, им нужно, чтобы их признали наравне с мужчинами. Хотя, на мой взгляд, пора уже, наверное, какой-то фонд открывать по защите мужчин в Швеции, во всей Европе. Ну, это сугубо мое личное мнение. Вот, еще такие забавные наблюдения я сделала, когда я была в декрете, и мы с моей подругой гуляли на площадке там с колясками, с детьми. И такое ощущение, что мы попали в зомби-лэнд. С колясками женщины только я и моя подруга Инна. Остальные идут мужчины с бутылочками, с колясками, как зомби, их выпинали из дома. И вот они идут гуляют с детьми. То есть, ну, это как бы нормально. Абсолютно, женщины занимаются своими делами, они катаются на лошадях, они продолжают работать. Вот, и несмотря на то, что здравоохранение в Швеции, оно как бы топит за грудное вскармливание. Тем не менее, очень многие семьи, они сразу дают бутылку ребенку. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Как бы, ну, это мои наблюдения. Вот, чтобы ребенок не был привязан с губок маме, он мог проводить время с папой ровно столько же, сколько и с мамой. Вот, ну, и, соответственно, семейный бюджет тоже делится 50 на 50. Вот, и что я еще хотела сказать по поводу разницы менталитета мужчин в Швеции и в России. Я бы сказала, мужчины здесь, наверное, более честные. Вот, например, он встретил другую женщину, полюбил, он пришел честно домой, сказал. Дорогая, я тебя не люблю, мне встретилась женщина всей моей жизни, мы разводимся, все нормально, они остаются друзьями во многих случаях. Также время с ребенком лимитируется 50 на 50, одну неделю ребенок с мамой, одну неделю с папой, и дальше люди строят свою жизнь. Как вы, наверное, уже поняли из моего тона повествования, то вот к такой жесткой женской эмансипации я отношусь скорее негативно, чем позитивно, хотя это дело лично каждого. Вот, ну, это действительно такое движение, которое набрало полные обороты, и женщины, скажем так, в этой своей эмансипации, они начинают перегибать палку. То есть, например, они борются за то, чтобы у них была такая же зарплата, как у мужчин, ничего против этого не имею, если у вас, как бы, там, равные должности, да, но если женщина физически не может выполнять столько же физической работы, как мужчина, почему она должна получать такую же зарплату, как мужчина? Вот, ну, и много других нюансов, поэтому я считаю, что нужна мера всему. На мой взгляд, такая активная борьба женщин за свои права, она начинает уже граничить с абсурдом. То есть, когда человек начинает бороться со своим природным началом, да, то есть, естественными законами природы, то есть, почему, в принципе, Бог создал женщину, мужчину именно разными, да, то есть, это женщина и мужчина. То есть, здесь, в данном случае, человек пытается стереть эти границы и доказать, что это совершенно не так, все, все люди, я не спорю, да, все люди равны, как бы, в определенном смысле, но изначально природные данные, они разные у мужчины и женщины, и, соответственно, возможности тоже разные. Вот, и, как бы, настолько, вот, топтать то, что заложено в женщине природой, как бы, это материнство, да, и вот первые дни жизни младенца, что, в принципе, это не обязательно, как бы, маме заботиться, да, то есть, может, и папа. Я не спорю, папы очень замечательные и ни в коем случае не уступают мамам, возможно, но есть моменты все-таки, вы сами понимаете. И вот это вот равенство мужчин и женщин, оно культивируется, в принципе, с самого детства у детей, то есть, когда они идут в садик, им рассказывают, что это нормально, мальчик может носить платье, может носить юбку, девочки, штаны и так далее, вот, дают играть куклами мальчикам, предлагают Кена одеть, там, детское, женское платье, вот, Барби наоборот, ну, как бы, вот, поэтому у меня сын, ему 4 года, и, соответственно, конечно, я большое внимание уделяю его воспитанию дома и рассказываю ему сама, что, как бы, в принципе, хорошо, что плохо, независимо от того, что говорят в образовательных учреждениях. То есть, формирую его, так сказать, мужской взгляд на жизнь. Что я еще хотела сказать, что не столько даже менталитет, а вообще, в принципе, поведение людей определенной страны, региона, оно позиционируется наличием закона и выполнением этого закона. То есть, тут на эту тему очень можно много рассуждать и приводить примеры, но вот в чем разница даже, там, Швеции, той же Европы и России, что у нас, в принципе, те же самые законы, они есть по, скажем так, соблюдению. Законы, в принципе, они плюс-минус одинаковые. Единственная разница в том, насколько четко они выполняются. То есть, в принципе, вот шведы считаются очень пунктуальными гражданами, что они никогда никуда не опаздывают. Опять же, это обусловлено тем, что если ты записался, например, к врачу, к парикмахеру, неважно куда, и ты опоздал на 5 минут, тебя еще примут. Опоздал ты на 10, тебя не примут, и тебе отправят чек, скажем так, за услугу, которую ты не получил, но ты должен оплатить, так как ты потратил чужое время. Вот, поэтому, соответственно, никто никуда не опаздывает, все приходят вовремя. Если нужно заранее отказаться, то, грубо говоря, за 2 дня вовремя все сообщат, что, извините, я не приду, давайте перенесем. Вот, и во всех сферах так это работает. Поэтому сказать, что просто граждане очень разумные, и они вот совсем другие, не такие, как у нас в России, потому что вот они вот такие вот хорошие, как бы, ну, не совсем так. То же самое происходит, например, с животными, да, то есть в Швеции есть такой закон, что если у тебя есть собака, ты не имеешь права оставить ее дома одну больше, чем на 4 или 6 часов. То есть если у тебя такая работа, что ты отсутствуешь дома, тогда собаку нужно сдавать в специальный собачий детский сад. Вот, опять же, если ты ее оставил одну, она там лает, и соседи услышали, они накапали на тебя в социальную службу. Пришла полиция, собаку у тебя забрали, сказали, что ты плохо о ней заботишься. Опять же, на цепи собак держать нельзя на улице, все животные должны быть в доме жить. То есть у них должны быть хорошие условия. И опять же, потому что закон работает, то есть что-то ты нарушил, собаку, опять же, ты выгнал из дома, надоела она тебе. Ну, у всех животных есть чип, то есть полиция нашла ее по чипу, тебе там грозит определенный срок заключения, вот, какой-то штраф и так далее. Поэтому бездомных животных практически нет. То есть есть только там фермерские коты, их так называют, дикие, которые живут сами по себе, а все собаки при своих хозяевах находятся. Вот так решается проблема домашних животных. И совершенно не потому, что граждане очень осознанные, потому что, я уверена, была бы у них возможность выгнать животное, и ничего бы им за это не было. Тут еще вопрос, как бы они себя вели. Швеция, Швейцария, некоторые даже, наверное, путают эти страны. Название похоже, но это совершенно две разных страны. Одна находится на севере, вторая в центре Европы. И вот мне один раз посчастливилось побывать на швейцарской свадьбе. Я заметила, что не было такого, как у нас традиционно принято, застолье в ресторане. Это было такое вот легкое оперо, как мы говорим. Фурше. Фурше, да. Это было во французской части. И я думала, а когда же мы поедим нормально, да? И, наконец-таки, когда уже торжество закончилось, была регистрация. Потом мы, значит, поехали в очень красивое место отмечать бракосочетание. Были закуски, очень много вина. И, наконец-таки, мы приехали отмечать это домой. Я думаю, интересно, мы же столько всего наготовили, когда мы это будем кушать, да? И очень приятно, что наши гости, они прямо, можно сказать, набросились на нашу русскую кухню. Да, ели с удовольствием холодец, оливье. А даже мы успели сделать блинчики с мясом, торт. Ну, то есть русская кухня пошла на ура. Это было очень вкусно. Надо сказать, что мы не могли почему-то найти на холодец все недостающие ингредиенты. Мы приходили в магазин, говорили, нам нужен кусок мяса, нам нужны кости. И они говорили, нет, кости непрезентабельны, а здесь их нет, вы не найдете. Только кусочки красивого нарезанного мяса. Ну, пришлось нам побегать, и только в русском магазине в центре Лозанны нам удалось купить кое-что, что способствовало быстрому приготовлению холодца. То есть банкета так и не было на свадьбе? Банкет был домашний, он был на террасе, но тем не менее были наши традиционные блюда. Но в моем понимании это не так, как я себе представляла. Ну, я понимаю, самое главное это любовь, это хорошее взаимоотношение. И это будет залогом, наверное, счастливой жизни. Да, и уважать и чтить традиции друг друга. Так, ну вот, наше блюдо уже практически готово. Я надеюсь, вы можете повторить этот рецепт, он несложный, и ощутить себя как будто бы в Швеции. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А с вами была я, психолог Эльвира Емель Янчикова и моя гостья Мария Кердеева. До новых встреч, друзья! Итак, мы будем сегодня готовить канапе. Берем хлеб для тостов, нарезаем его на такие маленькие кусочки, на квадратики. Берем мягкий сыр. Возможно, у вас есть сыр в Филадельфии, а у нас это просто сливочный сыр. Намазываем как следует. Далее берем ломтик огурца. И все это закрепляем отварной креветочкой. Вот смотрите, что получилось. Такая легкая закуска, плюс бокал вина. Типичная для Швеции и, возможно, для других европейских стран. Попробуйте, я думаю, вам очень понравится этот рецепт.